Верующего. Итак, Кеннет Копланд. Здравствуйте, я Кеннет Копланд, и это передача «Победоносный голос верующего». Слава Богу! Отец, мы благодарим Тебя сегодня во имя Господа Иисуса Христа. Мы открываем свое сердце, мы открываем свой разум, чтобы слышать и понимать все больше, больше и больше об Иисусе. Для откровения с небес. И мы воздаем Тебе хвалу, честь и славу. И мы смело провозглашаем, что в нас живет Тот, Кто больше. И Он помажет уши каждого, помажет сердце каждого, помажет жизнь каждого человека и помажет меня двигаться в том призвании, в которое я призван. И я благодарю Тебя за это. И мы воздаем Тебе всю хвалу, честь и славу за замечательное, замечательное, замечательное имя Иисуса. Аминь. Что ж, слава Богу! Это отличное время в Господе. Аминь. Давайте откроем наши Библии на 11 главе Евангелия от Марка. Аминь. Самые замечательные слова. Когда-либо сказанные человеческими устами на тему веры. Слава Богу! Учение Иисуса. Лучше уже и не скажешь. Аминь. Эй, друзья, это самое лучшее. Аминь. Итак, Марка, 11 глава. И мы снова будем говорить о двигающей горы вере. О понимании и концепциях того, как работает вера Божья. Потому что это вера Божья. Итак, давайте начнем с Марка, 11, 22. Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божью». Итак, имейте веру Божью. Веру Божью. «Ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горе сей». Я хочу, чтобы вы обратили внимание на фразу «если кто». Аминь. Понимаете, это не что-то особенное, что доступно только каким-то особенным. Нет, 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 нет. Это для каждого человека, потому что Бог открыл дверь в Царство Божье. И Иисус является этой дверью. Аллилуйя. Это доступно каждому на этой планете. Слава Богу. И я благодарю Бога, что мы об этом узнали. Аминь. Аллилуйя. Итак, «Если кто скажет, горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Слава Богу. Теперь давайте на минуту обратимся здесь к самым азам. Вера, о которой мы говорим, не является естественной человеческой верой. У каждого, каждого, каждого живущего на Земле человека есть вера. Вы не могли бы без нее функционировать, потому что люди являются верующими. И мне нужно вам здесь кое-что сказать. Неверие – это не отсутствие веры. Нет такого понятия, как отсутствие веры, если только вы не сумасшедшие. Но даже тогда вы верите, что вы кто-то. Аминь. Аллилуйя. Итак, понимаете, люди верят. Проявлять неверие значит верить. Мы говорим сейчас о библейском неверии. Это значит верить чему-то отличному от того, что сказал Бог и что говорит Его Слово. Вы можете верить тому, что сказали люди. Вы можете верить тому, что сказала религия. Вы можете верить тому, что сказал дядя Фред или чей-то двоюродный дядя, что по их мнению говорила их тетя Миньи. Аминь. Проявлять неверие значит верить чему-то отличному от того, что сказал Бог. А как мы узнаем, что сказал Бог из Его Слова? Римлянам 10.17. Помните? Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Я немного забегаю вперед. Я проповедовал об этом целый день. Я покажу, в чем здесь суть. Слава Богу. Аминь. Аллилуйя. Итак, у кого есть двигающие горы вера Божья? Внутри каждого человека, который принял Иисуса как Господа и Спасителя, есть вера Божья. Вот что я вам скажу. Давайте посмотрим вторую главу Ефесянам. И обратите внимание на 8, 9 и 10 стихи. Нет, давайте начнем читать даже чуть раньше, с 5 стиха. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе, ибо благодатью вы спасены через веру, и сиение от вас Божий дар». Итак, заметьте, благодатью вы спасены через веру. Это та же самая вера. Это та же самая вера, о которой говорил Иисус. Вера Божья. Вера Божья. давайте посмотрим послание к римлянам. Четвертую главу. Шестнадцатый стих. «Итак, по вере, что было по милости, или по благодати». Итак, вы видите? Вера. Сначала пришла вера. «Итак, по вере, чтобы было по милости, или по благодати». Кто-то спросит. Ну, там говорится, что это был Божий дар. Что именно им было? Вера или благодать? И одно, и второе. Аминь. И одно, и второе. Слава Богу. «Итак, мы куда-то продвигаемся, поэтому оставайтесь сейчас со мной. Хорошо? Теперь, давайте посмотрим римлянам. А, мы в послании к римлянам, верно? Хорошо. 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 И да, я здесь. Я здесь, слава Богу. Вы можете заметить, что я настолько сосредоточился на этом, не так ли? Хорошо. Римлянам, 12 глава. Аминь. Спасибо тебе, Господь. 12 глава римлянам. Третий стих. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю...» Итак, это послание к римлянам было написано «Рожденным свыше, крещённым Духом Святым, верующим в Риме». Поэтому то, что относилось к верующим в Риме, относится и к верующим в Форт-Уорте, или где бы вы ни жили. Аминь. Поэтому Он говорит это не просто всем. И мы увидим это через минуту. Он говорит это тем, кто из нас. Итак, посмотрите, что Он сказал. «Всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. мера веры». Нет никакой разницы. Каждый рожденный свыше человек получил одинаковое количество веры. И это мера веры Иисуса. Аминь. Откуда мы можем это знать? Я так рад, что вы спросили. Давайте обратимся к первому посланию Петра. Первое послание Петра. 1-я глава и посмотрите на 23-й стих. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего в век». Помните, что мы увидели в 10-й главе Римлянам? Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Слово Божье является семенем, этим семенем Слова, которое вошло в ваше существо, когда вы сделали Иисуса Христа Господом Господом в вашей жизни и внутренний человек, которого апостол Петр назвал сокровенным сердце человеком. Настоящий вы. Вы дух. Вот что родилось свыше. Настоящий вы. Вы родились свыше. В вашем духе. У вас есть душа, состоящая из вашего разума, вашей воли и ваших эмоций. Понимаете? Я не говорю о вашем мозге. Он находится в вашем теле. Это физический орган, который использует ваш разум. Но с другой стороны, равно, как и ваш дух. Итак, вы родились свыше посредством Слова Божьего. И все, кем является Бог, все, кем был Иисус, все, кем является Иисус, все, кем Иисус когда-либо будет, было в том семени и дало вам рождение. Аминь. Мы с Иисусом духовно идентичны. И знаете, религиозные люди, скажу вам, их так сильно это выводит из себя, потому что они по-прежнему думают, что Иисус является единородным Сыном Божьим. Но это не так. Он первенец из мертвых. Он перворожденный. Мы рождены. Да, мы рождены. Аминь. Аллилуйя. Поэтому теперь вера, которая находится внутри вас, является такой же, как и у Иисуса. Мы отличаемся от Иисуса уровнем развития. Весь потенциал там, особенно, когда вы добавляете внутри себя Духа Святого в его полноте и полноте силы и действия. И это то, о чем мы говорим, по мере того, как Господь будет подводить нас к этому. Когда вы родились выше, вырождены от Духа. Аминь. И Он там. Слава Богу! Я покажу вам некоторые вещи, по мере того, как будет вести Господь, которые вам понравятся. Аминь. Слава Богу! Но ни один рожденный свыше, который не был крещен Духом Святым, не может действовать в 12 проявлениях Духа, известных как Дары Духа. Это проявления служения. Их девять. Но с другой стороны, есть девять плодов Духа, которые рождаются внутри вас в тот момент, когда вы делаете Иисуса Христа Господом в вашей жизни. Эти плоды там, и они будут расти, расти, расти. Аминь. Это не плоды Духа Святого, нет. Иисус сказал, я лоза, вы ветвь. Плоды растут на ветке. Слава Богу! Эти плоды там. И вы пересекаетесь с некоторыми прекрасными, замечательными людьми, которые никогда не были крещены Духом Святым, никогда не говорили на иных языках, но которые молятся за людей, идти и исцеляются. Аминь. Потому что это может делать любой верующий. Да, так сказал Иисус. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению. Кто будет веровать, спасен будет. Кто не будет веровать, не будет. Во имя мое. Разве он так не сказал? Во имя мое. Что? Изгоняйте бесов. Во имя мое будут говорить новыми языками. Все они. Во имя мое возложат руки на больных, и они будут здоровы. Но понимаете, вы можете возлагать руки на больных, не будучи еще крещенными Духом Святым, и люди все равно будут исцеляться. Но я буквально недолго, не был крещен Духом Святым, потому что мы с Глорией спаслись в ноябре, а уже в январе мы приняли Духа Святого, понимаете? И прошло какое-то время, прежде чем мы что-то узнали, но мы ходили во всем том свете, который у нас был, слава Богу. Но крещение Духом Святым, это открытая дверь к сверхъестественному. Аллилуйя. Хорошо. Итак, слава Богу. У всех рожденных свыше верующих одинаковый Дух. Если бы я получил больше веры, чем вы, тогда мы могли бы как-то оспорить это у Бога. Ну же. Нет. Это бы означало, что кому-то досталось плохое семя. если бы в нем не было достаточно веры, или если бы в нем не было веры Божьей, это было бы тленное семя. Но такого нет, такого нет. Скажу вам следующее. Евреи не получили одно новое рождение, а мы какое-то другое. Нет, нет. Иисус является автором и тем, кто развивает нашу веру. Чтобы убедиться в том, что мы одинаково все понимаем. Я сказал вам, что я покажу вам это. Давайте откроем третью главу второго послания к фессалоникийцам. Второе фессалоникийцам третья глава. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Итак, это отделило то, что он сказал в послании к римлянам. Бог уделил каждому человеку меру веры. Но, если вы не рождены свыше, у вас этого нет. У вас есть естественная человеческая вера, которая должна у вас быть. Я имею в виду, что тому, кто не может во что-то верить, нужно держаться подальше от дороги. И так вот оно. Я помню, когда Джон был еще маленьким, и Господь дал мне тогда наставление. Он сказал, никогда не используй страх, чтобы учить своих детей. И они выросли, доказывая то, что в них нет никакого страха. Страху учиться. И я вывел его на улицу. Я взял его и Келли, и поставил их перед машиной. Я сказал, посмотрите, какого она размера. Да. Здорово, не так ли? Когда-то вы захотите водить ее, и Папа поможет вам. Аминь. но сейчас позвольте мне кое-что сказать. Эта машина раздавит вас, как букашку. И я смеялся все то время, пока говорил это. И они смеялись. Я сказал, да, поэтому пусть у вас хватит ума держаться подальше от дороги, понимаете? О, да, хорошо. Вместо того, чтобы говорить, папа боится, что вас собьет машина. Нет, папа этого не боится. Аминь. И им не нужно этого бояться. Им нужно научиться тому, как справляться и обращаться с этим. Слава Богу. Но это естественная человеческая вера. Вы не можете получить благословение Авраама этой естественной человеческой верой. Это то, что пытался сделать Фома, когда сказал, пока я не смогу увидеть и почувствовать это, я не буду в это верить. Иисус показал ему свои руки, свой Бог. Фома сказал, Господь мой и Бог мой. Иисус сказал, Фома, перестань быть неверующим. Ты поверил, потому что увидел, но благословенны невидевшие и уверовавшие. Итак, о чем он говорит? Когда вы верите Слову Божьему, а не тому, что вы видите и чувствуете. Именно это высвобождает благословение. Слава Богу. Аминь. Горы верия. Иисус говорит им, имейте веру Божью. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет Горисей, поднимись и вергнись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверить, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Итак, это простое действие веры. Вы верите в это в своем сердце. говорите это своими устами и соответственно поступайте. Вы поступаете и говорите так, как будто это уже произошло. Потому что в духовной сфере это уже произошло. И для разума это все сейчас является несколько сложным. Знаете, мы с Глорией уже 50 лет живем и ходим верой. Но все равно вам нужно следить за этим. Вам по-прежнему нужно хранить свой разум в соответствии с этим. И вам бы не хотелось уклоняться в сторону, ловя себя на мысли. Я просто не понимаю, почему это не работает. Вы только что сказали, что это не работает. Понимаете, вера, когда вы находитесь на грани, вера может стать хрупкой. Она в действительности не хрупкая, слабая, хилая, и ее не питали. Вы тоже станете слабыми и хилыми, если будете питаться раз в неделю. И не уделять время. Самое важное, что только можно делать это, питать свой дух Словом Божьим и назидать и укреплять свою веру. Это самое важное, что вы можете делать. Это важнее всего остального в этой жизни. Аминь. Итак, обратите внимание. Он сказал, «Имейте веру Божью». «Имейте веру в Бога». А как насчет экономики? «Имейте веру в Бога». Помните, что говорит Писание? «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на свое собственное понимание». Итак, мы куда-то продвигаемся. Скажите, «Понимание». «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на свое собственное понимание». «Хорошо». «А как насчет моих детей? «Имейте веру в Бога». «О, ладно, хорошо». «Но вы не можете ничего сделать в отношении веры Божьей или веры в Бога, если вы не питаете ее». Иисус дал нам важное понимание этого. Он сказал, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Здесь есть две важные вещи. Он проводит аналогию с пищей, и он называет слово Божье духовной пищей, а хлеб естественной физической пищей. «Ваше тело не может жить без пищи, и ваш дух не может жить без пищи. Единственное, ваше тело может просто упасть замертво, а ваш дух не может. Он будет продолжать существовать вечно в этом ужасно-ужасно слабом состоянии». Я говорю сейчас о рожденных свыше людях. Я не говорю об этом мире. когда мы с Глорией поехали на наше самое первое партнерское собрание в университете Орел Робертса, и я тогда вел свою семью в направлении противоположном воле Божьей и чуть не убил всех нас. И Бог ничего на меня не насылал. Нет, это была работа дьявола. Бог был моим избавителем. Я не буду вдаваться в подробности. Мы попали в серьезнейшую аварию. Но Бог избавил и сохранил всех нас. Я знал почему. Я должен был ехать в университет Орела Робертса, но бежал в другом направлении, и меня проглотил кит. Но в любом случае все обошлось. И это сильная история избавления. просто замечательная. И на следующее утро после той аварии нас выписали из больницы, и в машине моего папы было тихо. Он приехал в маршал штат Техас и забрал нас. И я сидел там в машине, будучи только что избавлен, слава Богу, как я уже сказал, изо рта кита. Я просто сидел там молча. Мой папа спросил, Каннет, что вы с Глорией планируете делать на следующей неделе? Я ответил, папа, я не знаю, у нас нет никаких планов. Он сказал, ты же знаешь, что мы с мамой являемся партнерами Орла Робертса и его служения. Я ответил, да, я знаю. он сказал, знаешь, они время от времени проводят партнерские собрания в университете Орла Робертса. Я ответил, да. Он сказал, мы получили от них приглашение на эти собрания, но вместо приглашения на одну семью, они прислали на две. Не хотите вы с горя поехать? Да, аминь. И мы провели неделю с моими родителями в кампусе университета Орла Робертса. 1966 год. И это был последний день тех собраний. Там было, я не помню точно, сколько там было человек, но несколько сотен. Я бы сказал, как минимум 400, может 500 человек. Примерно столько тогда вмещал тот первый маленький зал. Это было последнее утреннее собрание, в обед все заканчивалось, и брат Робертс возлагал на всех руки. Я сидел на первом ряду, и я не знаю, как я отделился от Глории и моих родителей, но каким-то образом я оказался без них в молитвенной линии. Мы по очереди подошли к нему, брат Робертс стоял на ступеньке, и вы подходили, он возлагал на вас руки, затем к следующему, он возлагал на вас руки, и вы возвращались на свое место. Он возложил на меня руки, и я как-то отделился от них. поэтому я просто вернулся на свое место и сел и ждал их. И вдруг мои глаза были открыты, я не был в трансе, с годами я много-много-много чего вынес из этого. И я увидел, как все в зале, кроме брата Робертса, исчезли, и люди стали прозрачными. Я мог видеть лишь контур их физического тела. Казалось, что контур был лишь слабо различимой линией. Но я мог видеть их духовного человека. И не было похоже на то, чтобы кто-то из стоявших в той линии проводил, и, как мне сказал Господь, Сын, это еще одни из лучших. Они выглядели в духе худыми, как черенок метлы. сморщенными, истощенными, заморянными голодом с большими головами. Это сломило меня. И годы спустя я понял, что со мной происходило. Я переживал Божие сострадания, и я просто сидел там, и я ничего не мог с этим поделать. в тот момент это было просто чем-то непреодолимым. Я с трудом мог об этом говорить, я с трудом мог рассказать Глории, что произошло. Мне не хотелось уезжать из того кампуса. И я сказал, Господь, их головы были обучены за счет и развиты религией за счет их духа. И как он сказал, ты смотришь на одних из лучших. Поэтому вы можете себе представить, сколько там активной и живой веры. И у них есть вера. Они рождены свыше, но ее не питают. Невозможно питать веру религии. Люди движимы тем, что они чувствуют. Тогда практически все, когда вы с ними разговариваете, они постоянно говорят о чувствах. Ну, я не чувствую, что Бог здесь, я не чувствую, что Бог со мной, я не чувствую, что Он любит меня. Ну, конечно, это ложь из самого ада. Я имею в виду, что чувство не имеет к этому никакого отношения. Но вам нужно этому учиться. Нужно учиться ходить в этом. Когда я только начал учиться ходить верой, помню, я посмотрел на это и подумал, так, подождите минутку. Да, хорошо, я уже знаю, как это делать. И Глория спросила, что? Я сказал, я уже знаю, как не быть движимым тем, что я чувствую или что я вижу. Я научился этому, летая по приборам. И ты тоже, не так ли, Стив? Нам пришлось этому научиться. Я ничего не знал о Боге. Я научился этому. потому что если я буду летать руководствуясь тем, что я чувствую, я разобьюсь. Поскольку когда у вас начинается головокружение, при котором возникает ощущение, будто вы вращаетесь и вам кажется, что вы поворачиваетесь и вы пытаетесь выровнять самолет, на самом деле, как раз поворачивая его. Я подумал, я уже знаю, как это делать. Все, что я должен делать, это руководствоваться тем, что я узнал. Слово Божие является моей приборной панелью, аллилуйя. Вот, что говорит мне истину, а не мои физические чувства, не мой разум, а то, что говорят эти приборы. И я помню, как-то вечером уже смеркалось, и я летел на самолете, который я не знал, и которому не доверял. Это было еще в те времена, когда мне приходилось это делать. Я пытался держаться подальше от облаков, потому что, как я уже сказал, я ничего не знал о том старом самолете, и я собирался лететь по его приборам, и уже смеркалось, и вдруг у меня началось это головокружение, когда появляется ощущение, будто ты вращаешься. И я благодарю Бога за хорошего пилота-инструктора. Я мог просто слышать его голос. Он был одним из жестких и грубых людей. И как-то раз после того, как мы припарковали самолет, после завершения тренировочного полета, он посмотрел на меня, я посмотрел на него, и он сказал, думаю, мне лучше выйти из самолета. Я сказал, думаю, да. Пока вы здесь, вы главный. Но когда мы выйдем из самолета, вам лучше держаться от меня подальше, потому что я был вспомнил, что он сказал мне делать. Я должен был устремить свой взгляд на эту приборную панель и оторваться от своих чувств. Это то же самое, понимаете? Я опустил голову и уставился в эту панель и не смотрел наружу. И я как-то снова посмотрел по сторонам и затем вернул свой взгляд туда. Итак, что я делаю? Я отсекаю все, что я чувствую. И я смотрю только на эту приборную панель. Я верю только тому, что говорят мне эти приборы. И они говорили мне, что я летел прямо и горизонтально. А я был абсолютно убежден, что я поворачивал влево. Потому что, понимаете, мое внутреннее ухо вышло из равновесия. И оно говорило мне, что я поворачиваю. Но нет, эти приборы. Аминь. Вы должны верить им. И когда мое тело говорит мне, что оно больно, нет, нет, я не могу смотреть на это. Я должен смотреть вот на это. Вот откуда приходит вера. Вот где находится сила. Вот где находится исцеление. Оно было куплено 2000 лет назад. Благодать приобрела и заплатила за него. И слава Богу, теперь вера ухватывается за него и предъявляет на него права, потому что оно принадлежит вам, если Иисус ваш Господь. Аминь. Аллилуйя. Итак, когда я увидел это, и Господь сказал, я призвал тебя и помазал тебя что-то с этим сделать. Что ж, я тогда не знал, что это значило. Но позже я понял, когда он впервые познакомил меня с учительским помазанием. До этого я просто проповедовал. Орл Робертс был моим духовным отцом, и он был единственным, что я знал о проповеди. И я не пытался копировать его. Оно просто получилось таким образом, понимаете? И я делал все возможное, чтобы просто проповедовать Слово Божье. Но он был единственным, что я знал. Но затем Господь благословил меня возможностью познакомиться со служением брата Хейгена. И он начал учить о вере. Я ездил везде с братом Робертсом, я видел, как он это делает, а брат Хейген учил меня тому, как это работает. О, я благословленный человек. Я был благословлен, слава Богу. Да. Но мне нравилось проповедовать. Я получал от этого удовольствие. И как-то раз мы были в Хьюстоне, штат Техас, проповедую брата Хилтона Сатана. Я поехал туда на три дня. И я открыл дверь, чтобы выйти из своего гостиничного номера, как Господь остановил меня. И он сказал сегодня, я добавляю тебе учительское помазание. Я ответил, слава Богу. Да, отлично, здорово. И я подумал, что ж, хорошо. Я не знаю, что с этим делать, но конечно, я поехал на служение, я просто открыл свою Библию, и у меня был мой конспект, мои тезисы и так далее. Я просто начал. И подключилось это учительское помазание. Друзья, это было восхитительно. Я по-прежнему люблю это. Аллилуйя. И знаете, я служил в этом призвании 10 лет и наслаждался каждой его минутой. И затем в 1977 году Господь вызвал меня. Брат Хиген возложил на меня руки и отделил меня для призвания пророка. Но учительское помазание никуда не ушло. Я имею в виду это то, что я сейчас и делаю. Это то же самое учительское помазание, но только на уровне пророческого служения. Поэтому оно имеет чуть большую глубину. но в любом случае это учительское помазание. Я услышал, как Господь сказал мне о как давно Господь это был? Четыре месяца назад Он сказал мне не недооценивай учительское призвание. Я учил больше, чем делал что-либо другое. Аллилуйя! Аминь! Помните, когда Иисус был в своем родном городе и не мог совершить там никакого чуда из-за их неверия? Помните, что там написано? И ходил Иисус уча в синагогах их. Понимаете, именно так вы избавляетесь от неверия. Иисус учитель вера. Аллилуйя! Аминь! И так удивительно осознавать эту силу, неограниченную силу, которая приходит от откровения, приходящего от Слова Божьего. Открытое знание. Откровение. Я не говорю о книге откровений. И, кстати, не откровений, а откровения. Это одно откровение, и оно об Иисусе. В любом случае. Но есть разница между естественным чувственным знанием и открытым знанием, или откровением. Естественное чувственное знание это знание, это знание и информация, полученное посредством пяти физических чувств. И это то, что вы получаете в обычной школе. и вы зависите от погрешности, неумения и несостоятельности учителя, любого из них, боже мой. Я настолько это осознаю. Но тот, кто в нас, больше того, кто в мире. И это помазание, именно оно все меняет. А так мы сталкиваемся с неумением, несостоятельностью и неспособностью ученика и учителя. И то, что вы преподаете, является знанием, которое приходит через пять физических чувств. И знаете, это нормально. Но когда проявляется учительское помазание, и вы это переживали, я ожидаю, что каждый человек в этом зале переживал это. Когда вы просто сидите и вдруг «О, вы услышали что-то, и вы раньше неоднократно читали этот стих Писания, и вдруг «О, вы это видели?» Я ничего не видел. Что? То есть это что-то, что Дух Святой открыл вам в тот момент, чтобы дать вам понимание, представление и принципы Царства Божьего, которые приходят в ваш Дух, а не просто ваш разум, что производит веру. Слава Богу! Слава Богу! Давайте вернемся к 11 к 11 главе Марка И прочитаем это еще раз. Иисус отвечая говорит им «Имейте веру Божью» или веру в Бога. И вчера на передаче мы говорили о том, а как насчет этой нужды, как насчет того, что бы там ни было, имейте веру в Бога. Надейся на Господа всем сердцем Твоим и не полагайся на свое собственное понимание. Как только вы получаете понимание нового рождения в Новом Завете, во Втором Завете, Новом Завете, вы начинаете узнавать. И вы можете узнать это только из Слова Божьего, чтобы верно преподавать Слово Истины. И только так вы узнаете разницу между Духом, Душой и Телом. Духом, Душой и Телом. И конечно, они соединены друг с другом, но Слово Божье разделяет их, чтобы можно было распознать и определить их. И Писание говорит, надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой или твое понимание. Итак, вы можете видеть, что есть разница между тем, чтобы надеяться на Бога в своем сердце и полагаться на свое собственное понимание. Итак, имейте веру Божью или веру в Бога. Сколько веры вы применяете в Бога, который в вас? Или полагаетесь на свое собственное понимание? Давайте сейчас обратимся к первому посланию Иоанна. Спасибо тебе, Господь. Первое Иоанна. Четвертая глава. Первый стих. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божьего и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже есть в мире. «Дети вы от Бога и победили их». Их кого? Их духов. Грамматически это звучит ужасно, но вы видите, к чему я веду? «Вы победили их». Там не сказано «Вы победите их» или «Что вам нужно пытаться победить их». Нет, 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 вы победили их. Понимаете? Я хочу, чтобы вы это поняли. Иисус пошел на крест. Писание говорит «Он явился во плоти». Это когда он был рожден Марии, но он ожил в духе. Это когда он родился свыше в аду и вышел оттуда. И первая глава послания к евреям говорит «Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит, Иисус был первым человеком, который родился свыше, родился от духа». Иисус, вы меня слушаете, Иисус не совершил ни одного греха, ни одного. Он взял на себя ваш и мой грех. Но сейчас послушайте меня. Он взял на себя наши грехи, наши немощи, наши болезни. Он был сделан грехом за нас. Аминь. Рожденный свыше, в аду, воскресший из мертвых, прославленный. Помните, когда Мария пришла ко гробу, она не узнала его. Но когда он назвал ее по имени, она узнала его. Иисус сказал, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему и отцу вашему, Богу моему и Богу вашему». Он предстал перед Богом после того, как лишил силы сатану. И Иисус сказал, «Дана мне вся власть на небе и на земле». И он получил ее, одержав великую победу. Разве это не сильно? Слава Богу! Но послушайте меня сейчас. Он предстал перед Богом непорочным. Новый Завет был утвержден на его крови. Затем Иисус вернулся и сказал своим ученикам, «Вот, осежите, потрогайте меня, ибо дух плоти и костей не имеет, крови». Не крови. Вся его кровь сегодня на небесной крышке ковчега завета на небесах. Но небеса не записали, что Иисус это сделал. У Иисуса уже была власть над дьяволом. Иисус сделал это не для себя. На небесах записано, что это вы победили дьявола. На небесах записано, что это сделали вы, что вы пошли на крест, что вы поразили дьявола в аду. Он дал это нам с вами. Слава Богу, вы победили их. Аминь. Потому что тот, кто в вас больше того, кто в мире, кто-то должен воскликнуть Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Скажите это. Вам не тот, кто больше. Я осознаю, что в себе я неполноценный. я неэффективный. Но я не в себе. Я во Христе Иисусе. И во мне тот, кто больше. Я должен рассказать вам свидетельство Крефла доллара. Мне нравится рассказывать свидетельство Крефла. Аминь. У него обнаружили очень быстро развивающуюся форму рака. И он просто погрузился и закрылся в Слове Божьем. Он не произносил название этой болезни. Не говорил его. Он говорил нет. Во мне кое-кто живет. И ты не можешь навести на меня рак. Я слышал, как брат Хейген неоднократно это говорил. Сатана, ты не можешь навести на меня это. И ты это знаешь. Во мне живет тот, кто больше. И даже не пытайся. помните, когда Павла растянули ремнями и собирались бичевать его. Они собирались избить его до полусмерти или, возможно, даже убить его, бичуя. Он сказал, ребята, вы уверены, что вам стоит это делать, видя, что я римский гражданин? И тот человек убежал к тысяченачальнику. Босс, нам нужно пересмотреть это. Эй, мы... И они вышли оттуда, умоляю. О, пожалуйста, пожалуйста, мистер, пожалуйста. Мы не собирались этого делать. Теперь все в порядке. Понимаете? Но послушайте. Вы граждане небес. И вам нужно дать дьяволу об этом знать. Что ты о себе возомнил, трогая меня своими руками? Найдите и заучите наизусть эти места Писания. Вы можете просто сказать это ему. Я был воскрешен с ним, с Иисусом, и посажен на небесах. Поэтому забирай свою немощь и болезнь из моего тела и убирайся сейчас же отсюда. Тот, кто во мне больше того, кто в мире. И Крефло должен был вернуться, чтобы сделать УЗИ или рентген. Не помню, что именно. он, его сын и врач стояли и смотрели на полученное изображение. У них отвисла челюсть. Он посмотрел на своего сына и спросил, «Ты видишь то же самое, что и я?» Он ответил, «Думаю, да?» И они посмотрели на врача. Там, на том экране можно было узнать лицо Иисуса. Представьте себе это. Лицо Иисуса. И никакого рака. Время восклицать. Время восклицать в доме веры. Аллилуйя. В нас тот, кто больше. Но как сильно вы уповаете и полагаетесь на того, кто больше. ваше внимание и упование. Вы полагаетесь на свое собственное понимание, а не на живущего внутри вас того, кто больше. Вы так берете за дело вот здесь. Я услышал это много лет назад. Господь послужил мне. Он сказал Кеннет, стань тем, кто помышляет о том, что Бог живет внутри него. Ищи меня здесь. Вы слышали, как люди говорят, скажу вам такое впечатление, что моя молитва не поднялась выше потолка. Ей не нужно было подниматься выше. Бог прямо здесь. Но представление воскресной школы о Боге, маленькое религиозное представление о Боге, что Он где-то там, а вы здесь внизу. Если Он не слишком занят, понимаете? Нет, 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 нет. Вы являетесь чем-то самым важным в Его жизни. Ну же, ухватитесь за это. Вы являетесь чем-то самым важным в жизни Иисуса. Он умер за вас и за меня. Мы самое важное в Его жизни. И именно поэтому Дух Святой здесь. Здесь. Некоторые из вас слышали, как я об этом рассказывал. Но мне это нравится. Я расскажу об этом еще раз. Я был в нашем молитвенном домике. Я провел там несколько дней, просто молясь, ища Господа. И у меня был целый список всего, как сказала Глория. Когда мы только начинали, мы нуждались во всем. По крайней мере, мы тогда уже продвинулись дальше того, с чего начали. Но у меня был список всех этих вещей, и я молился о каждой из них, и я искал Божьего водительства в отношении этого. И нам нужно было мой блокнот, большой блокнот формата А4, был весь исписан тем, что нам было нужно. Наше служение росло очень быстро. Мы только что вышли на радио. И в любом случае, я поехал туда, чтобы уединиться с Господом. И я какое-то время молился в духе. И я увидел это. Мои глаза были закрыты, и я увидел это. Я сижу в том зале, и там большой длинный ствол, и там дверь, и входит Бог Отец. «О Господь!» Мои глаза все еще были закрыты. И входит Иисус. Я подумал, «Слава Богу!» И Иисус садится рядом с Отцом по правую руку. И входит Дух Святой. И я подумал, «Что мне с Ним делать? Мне посадить его по левую руку Бога?» Я имею в виду, что я никогда ничего подобного не видел. Мои глаза по-прежнему были закрыты. Но говорю вам, это было для меня настолько реальным. Я как раз был в том состоянии, когда я был в Духе. И я увидел это видение. И Дух Святой прошел вдоль стола. подошел сзади меня, взял стул, сел рядом и сказал, «Дай мне этот список». Я был здесь раньше, и я дам тебе все эти вещи. Тот, кто в нас. это его работа. Это его работа, аллилуйя. Когда вы живете и ходите верой. Иисус сказал, «Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Я говорю только то, что слышу, как говорит он. Я делаю только то, что вижу, как делает он». Аллилуйя. Разве это не удивительно? И вот мы. Аминь. с самим Богом, пребывающим внутри нас. как сильно вы полагаетесь и верите тому, кто живет внутри вас. Спасибо тебе, Господь. Давайте обратимся к третьей главе Ефесянам. Ефесянам, третья глава, 14-й стих. «Для сего преклоняю колено Мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Итак, «крепко утвердиться или укрепиться могуществом во внутреннем человеке». Вот это слово «крепко» или «могущество» является греческим словом «динамис». «Динамис». Если вы хотите как-то пометить себе его, просто напишите его там на полях. «Верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми, это доступно каждому рожденному свыше чаду Божьему, что широта и долгота и глубина и высота и уразуметь лично познакомиться с любовь. Христовой. Это Бог, которое превосходит понимание, дабы вам исполнится всею полнотою Божьей. А тому, кто действующий в нас дюнамис может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Деяние 1.8. Деяние 1.8. «Но вы примете дюнамис, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями». теперь Деяние 10.38. Десятая глава, 38 стих. «Как Бог Духом Святым и дюнамис помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых или угнетаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. Это тот же самый Дух, это та же самая сила. Аллилуйя! Все эти замечательные вещи. Все. Вернемся снова в третью главу Ефесянам. У нас осталась одна минута. Ефесянам третья глава. Еще раз обратите на это внимание. «Да даст вам по богатству славы своей укрепиться этой силы дюнамис духом его во внутреннем человеке». Хорошо. Я верю в это. «Верую вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми широту Бога, долготу Бога, глубину Бога и высоту Бога и уразуметь, познать превосходящее разумение и любовь Бога, помазанного, дабы вам исполнится всей полнотой Божьей, а тому, кто действующий в нас силой Духа Святого, который внутри нас может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». Воскликните кто-нибудь «Аминь!» Повернитесь, пожните друг другу руки, улыбнитесь, обнимите кого-то, скажите им, что вы рады, что они здесь сегодня, и затем вы можете садиться. Давайте откроем нашу Библию на 14-й главе Иоанна. Иоанна, 14-я глава. Фактически, на вчерашней передаче я цитировал это, но я хочу, чтобы вы увидели это своими глазами. И здесь есть некоторые другие вещи, которые мы увидим. Десятый стих. «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне?» Верю. Я верю в это, а вы? Если вы верите в это, тогда вам нужно верить, что тот же самый Отец вас. и мы увидим, понимаете, Иисус подготавливал их тогда. Это было незадолго до того, как Он пошел на крест. Он подготавливал их к тому, что должно было прийти сразу после того, как Он воскреснет из мертвых. «Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». И двенадцатый стих. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит. И больше сих сотворит, потому что я к Отцу Моему иду. Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю. Да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю». Это ошибочно относили к месту Писания о молитве. Если вы изучите и посмотрите в словаре Вайна и в других источниках, греческое слово, переведенное как «просить», также переводится как «требовать». «Если чего потребуете во имя Мое, я то сделаю». Понимаете, это не местописание о молитве, потому что Он не говорит о том, чтобы молиться. давайте также посмотрим 16 главу Евангелия Теана, чтобы прояснить это, и прочитаем 23 стих. «И в тот день…» «В какой день?» «В тот день, в который мы с вами сейчас живем после того, как Он сошел в ад, заплатил цену, воскрес из мертвых, и прославленный вас сел по правую руку Отца. В тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам». Это местописание о молитве, когда вы молитесь Отцу во имя Иисуса. Конечно, вы можете разговаривать с Иисусом, вы можете разговаривать с Ним обо всем, но вы не молитесь Ему. Правильно, это молиться Отцу во имя Иисуса, потому что в Его имени у вас есть та же самая власть, что и у Него, у Иисуса. А вы обращаетесь напрямую к Отцу Небесному. Аминь. Вам не нужно обращаться через кого-то еще. Вы обращаетесь напрямую к Отцу. И вы можете проводить сколько угодно времени, общаясь с Иисусом. Аминь. Ну же. Ну же. Тот, с кем вы разговариваете. Аллилуйя. Аллилуйя. Вы начинаете понимать это. Слава Богу. 16 стих. «Я умолю Отца и даст вам другого Утешителя». Вот это слово, переведенное как «Утешитель», дословно означает «Утешитель», помощник, советник, адвокат, ходатай, опора, тот, кто укрепляет. У вас есть сила, находящаяся в режиме ожидания. Он постоянно на готове. И это то, что я упоминал вчера. Это то, к чему мы здесь идем. Как вы позволяете ему работать для вас? Вы просто носите его везде с собой? Могу я это рассказать? Спасибо. Из северных лесов приехал человек, лесоруб, чтобы купить себе новый топор. И продавец в магазине говорит «Нет, нет, нет, вам не нужен топор», лесоруб говорит. «Знаете, я понимаю, что я не так часто выбираюсь из леса, но мне нужен новый топор». «Нет, нет, давайте покажу вам, что вам нужно». Продавец идет и приносит ему бензопилу. И он говорит «Говорю вам, с этим вы сможете нарубить в 10 раз больше, чем топором». Серьезно? Да. Лесоруб уезжает с бензопилой. Проходит несколько недель. Он возвращается в магазин и говорит «Верните «Верните мне мои деньги. Эта бензопила является бесполезной вещью. Я работал день и ночь, и я не могу нарубить и половину того, что я рубил топором». Продавец говорит «Покажите мне ее». Он берет ее. В ней есть бензин. Включает ее. И лесоруб спрашивает «Что это было?» Это сила, находящаяся в режиме ожидания. Это сила, находящаяся в режиме ожидания. Большинство людей получают крещение Духом Святым, говорят немного что-то на иных языках. И это замечательно. Я не принижаю это, вы понимаете? Но, друзья, оно на этом не заканчивается. Это просто открытая дверь. Говорю вам, молитва в Духе Святом это живой поток, который никогда не должен пересыхать. Я имею в виду, что он должен течь весь день. Вы должны проводить больше времени говоря на иных языках, чем вы говорите каким-то другим образом. Аминь. Хорошо, и так заметьте, он сказал, «Да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Понимаете, Иисус, конечно, они знали Духа Божьего, потому что они знали Иисуса. И он говорит, «Если вы видели меня, вы видели Отца». «И Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Но силы и помазания выходили из Иисуса. Когда вы рождаетесь выше, Дух входит в вас. Когда вы получаете крещение Духом Святым, Дух сходит на вас. Именно поэтому Иисус не совершил ни одного чуда, пока не был крещен в воде и Духе Святом. И Дух Господень сошел на Него. Иисус провел 40 дней в пустыне, вернулся в силе Духа. Та же самая сила, та же самая дюнамис. Послушайте, слава Богу. Аллилуйя. Аминь. Итак, не оставлю вас сиротами, не оставлю вас сиротами, приду к вам еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце Моем, и вы во Мне, и я в вас. Итак, слава Богу. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Помолитесь со мной сейчас, духи. У меня сейчас есть два или три разных направления, но я хочу выбрать правильное. Слава, 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 слава. Давайте обратимся к 20-й главе. Спасибо. Мне это помогло. Иоанна 20-я глава 17-й стих. Я уже как-то говорил об этом на этой неделе. Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему, а иди к братьям Моим и скажи им, восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему. Мария Магдалина идет и возвещает ученикам. Затем в тот же первый день недели вечером 19-й стих, когда двери дома были заперты. Итак, он провел целый день присутствия Отца, и Новый Завет был ратифицирован, утвержден. Бог поклялся об этом Завете на Его крови. И сегодня вы держите Его в своих руках. Аллилуйя. Каждое обетование Божье в Нем, да и аминь, потому что оно подкреплено кровью Иисуса. Но мы должны начать постоянно помышлять о Завете, и Его доверенное лицо живет внутри вас. Аллилуйя. И заметьте, что Он здесь сказал, «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас, сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого». Многие годы я думал, что началом церкви был день Пятидесятницы. Но это не так. Вот тогда это и было ее началом. И что должно было произойти, чтобы стало доступным рождение свыше? Иисус должен был быть распят. Он должен был воскреснуть из мертвых. Он должен был быть прославлен. Аминь. И какие остальные необходимы условия? верить в своем сердце, что Он воскрес из мертвых. Что ж, они, конечно же, в это верили. Если будешь исповедовать Иисуса Господом и верить в своем сердце, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Что ж, они уже исповедовали Его Господом, и теперь они верили всем сердцем, что Он воскрес из мертвых. Они тогда родились свыше. Как насчет тех двух учеников на дороге в Имаус? Они шли по ней в то селение, и они не ожидали увидеть там Иисуса. Но в то же самое время Он не открыл их разум, чтобы они смогли Его увидеть. Им нужно было услышать Слово Божье. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. И Он проповедовал им. И Он показал им все, что должно было произойти. Изъяснял им пророков. Слава Богу. Он показал им все, что должно было произойти, объясняя им. Он уже собрался оставить их, но они сказали, нет, 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 мы хотим послушать еще, ну же, ну же. Они сказали, не горело ли в нас сердце наше? Аминь. И затем, когда они увидели это в Слове Божьем, поверили в это и приняли это, Он преломил хлеб, и они узнали его, и он сразу же исчез, потому что они уверовали. Теперь они родились выше. Им не нужно было больше видеть. Теперь они опираются на Слово Божье. А в одном месте он явился пятистам. Затем он пришел и сказал им всем, идите в Иерусалим и будьте там, и не уходите оттуда, пока на вас не сойдет Дух Святой. Они все уже были рождены свыше. А они все приняли, они все видели его. Он свидетельствовал всем им, слава Богу. Они пошли туда, дожидаясь дня Пятидесятницы. Он сказал, оставайтесь там, пока на вас не сойдет Дух Святой. Аллилуйя. Помните, о чем он проповедовал? Он сказал, Дух Господень на мне, ибо он помазал меня проповедовать Евангелие нищим. Слава Богу, и так далее. И в Евангелии от Матфея, Марка, Луки и Иоанна мы видим человека, живущего верой, помазанного Духом Святым, действующего по завету, уступающему тому завету, который есть у нас с вами сегодня. Говорю вам, это говорю, это просто становится внутри меня сейчас все больше и больше. Так и должно быть. Так оно и должно быть. Скажите, благодарение Богу за кровь Иисуса. Благодарение Богу за кровь Иисуса. Слава Богу. Слава Богу. Спасибо тебе, Господь. Слава тебе. Спасибо тебе, Господь. Давайте сейчас обратимся к 16 главе Иоанна. Слава Богу. Седьмой стих. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. Помните, мы читали это недавно. Он сказал, я умолю отца, и он даст вам другого утешителя. Он был их утешителем. Они все приносили ему. Аминь. Он был всем, и он отлично с этим справился, не так ли? Но теперь он говорит, будет лучше. Для вас будет лучше. Аминь. Потому что если я не уйду, он не сможет прийти. Но я ухожу, и я пошлю его к вам. Слава Богу. А теперь перейдем к 13 стиху. Говорю вам, вот этот стих Писания является настолько сильным в нашей сглории жизни, и особенно в том, что мы что ж, мы через минуту поговорим об этом. Когда же придет он, дух истины, посмотрите на это, то наставит. то есть это является его волей. Это воля Божья. Для кого? Если кто скажет горе сей, для каждого, аминь, он будет это делать. Когда же придет он, дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет. Давайте вернемся немного назад. Что мы недавно читали? Иисус сказал, слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Аминь. И затем, когда он ушел, приходит Дух Святой и говорит, Дух Святой мог бы сказать, слова, которые говорю я вам, говорю не от себя, а говорю то, что Иисус говорит мне сказать вам. Понимаете? Он там для вас, аллилуйя. Он там для вас. Слава Богу. Говорю вам, это доходит до того, что без веры и полагаясь на свое собственное понимание, вы не можете в это верить. Итак, я хочу, чтобы вы увидели это. Но он сказал, что он будет это делать. Он наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит. Он будет говорить то, что он будет слышать. Поэтому не говорите повсюду. Он никогда мне ничего не говорит. Он говорит вам постоянно. Нет такого, чтобы Иисус игнорировал вас. У вас та же самая проблема, что и у меня. Он не может и слово вставить. Да, понимаете? Я все говорю, о Бог, о Бог, о Бог, замолчите, он услышал вас с первого раза, теперь замолчите и послушайте. Он прямо здесь, но по нашему плоскому представлению он находится где-то далеко, иногда он слышит вас, а иногда нет. Это все религиозное промывание мозгов, через которое проходят люди, а у меня его было немного. И Тиэл Осборн сказал, брат Копланд, вы родились свободным. Понимаете, первым посланием, на которое я обратил какое-то внимание, было слово вера. Это все, что я когда-либо слышал. И когда я крестился Духом Святым, я не знал Писания. Как-то вечером я подошел к Глории и спросил, ты когда-нибудь замечала, что в первых четырех книгах Нового Завета рассказывается одна и та же история? Она сделала вид, что знала это. Аминь. Вы видели, как мне здесь помахали? Но никто из нас двоих не знал Библии и не разбирался в ней. Когда мы начинали, мы были совсем зелеными. Если бы я послушался Бога и поехал в университет Урала Робертса тогда, когда мне следовало это сделать, я был бы более продвинутым. Но в любом случае, и так заметьте это, Он не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Итак, посмотрите на это внимательно. Фактически, прочитайте это вслух медленно вместе со мной. Все, что имеет Отец есть Мое, потому что Я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Мы верой имеем доступ ко всему, что есть у Бога. И Он прямо здесь. Оно все там прямо сейчас. Его намного больше, чем кто-либо из нас может использовать. Но мы должны сотрудничать с Ним. Вы не можете ходить и говорить «Я просто не знаю, что делать. Я просто не знаю, что делать. Я просто не знаю, что делать. Жаль, что я не знаю, что делать. Я просто не знаю, что делать. Я не знаю, что делать». Замолчите и сотрудничайте с Ним. Давайте вернемся к тому, о чем мы говорили. Евангелие от Иоанна 16, 13. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит». Я был в ситуации, когда наша задолженность по телевизионным счетам выросла до 6 миллионов долларов. Произошли определенные вещи, которые наложились одно на другое. И... Эта задолженность продолжала расти. И мне сказали об этом. И я подумал, «Боже мой, я имею в виду, я проповедую о том, чтобы жить без долгов». И тут эта задолженность выросла до 6 миллионов долларов. Понимаете, стоит вам накопить хоть небольшую задолженность по телевизионному счету, а это 2 миллиона долларов в месяц. Вам нужно постоянно ее погашать, потому что, в противном случае, для того, чтобы погасить задолженность в 1 миллион долларов, вам будет нужно сразу 2 миллиона. Что ж, она так накапливалась и накапливалась, и выросла до 6. И это было... О, это давило на меня. Это беспокоило меня. И в то время пастор Джордж Пирсонс не был пастором Джорджем, он был исполнительным директором нашего служения. Фактически, он тогда был пастором для наших сотрудников. И я ждал практически до полуночи, накануне собрания Совета директоров, которое было назначено на утро. Мне не хотелось идти туда и встречаться с Советом, имея задолженность в 6 миллионов долларов. получалось, что все отделы служения подавали свои отчеты Джорджу, затем Джордж просматривал их и представлял мне. А уже я на следующий день должен был представить это Совету. И вот уже было немного заполночь, потому что мне это не давало покоя. И я начал просматривать отчет Джорджа. Первый отдел. Это был самый лучший наш год. Следующий отдел. Это был самый лучший наш год. Следующий отдел. Это был самый лучший наш год. Телевизионный отдел. Задолженность 6 миллионов долларов. Глория уже легла спать Я сказал, Глория, иди сюда Она пришла и спросила Что? Я сказал, это был наш самый лучший год А я этого и не знал И я увидел, что я сделал Господь сказал мне В каждом отделе Все отлично За исключением того отдела, который ты пытался тянуть Тебе лучше прямо сейчас перестать об этом заботиться Я сказал, Господь, я каюсь Мы с Глорией опустились на колени, и мы покаялись Мы сказали, мы знаем, что не нужно этого делать Мы знаем, что не нужно нести эту заботу И мы возлагаем эту заботу на Господа И именно там пришло это местописание Я делал это раньше много раз Когда же придет Он, Дух Истины То наставит вас на всякую истину И послушайте Он не от себя говорить будет Но будет говорить, что услышит Услышит Он слышит Он наставляет Он говорит Проблема со слышанием не у Духа Святого А у меня, потому что я полон забот Он постоянно пытается до меня достучаться Аминь Я сказал, я слушаю Я слушаю И он начал говорить Я пошел туда на следующий день И скажу вам Вот это было собрание совета Не так ли, Джордж? Я имею в виду, что я проповедовал И проповедовал И проповедовал По-моему, я так и не дал Джорджу ничего сказать Я был в таком восторге О, собрание совета было в марте И вы знаете наше служение За 50 лет, которые мы находимся в служении Я не написал ни одного письма, в котором бы просил денег Поэтому Я никому, кроме Бога, ничего об этом не сказал Мы с Глорией просто согласились в молитве И возложили заботу об этом на Бога Я сказал, как брат Джесси Дюплентис Когда ему прислали кучу телевизионных счетов Сказал, Бог, тебе тут кое-что прислали Аминь Слава Богу Что ж, это было в марте И за апрель и май Эти 6 миллионов долларов были выплачены В июне Впервые за все время Мы оплатили телевизионный счет Одним чеком Почему? Прислушиваясь к духу, который жил во мне И пытался сказать мне, что делать Но я был слишком глуп И не слушал Но я быстренько поспешил туда Аминь Вы понимаете? Так что он говорит постоянно Руфус Моузли Великий Великий проповедник начала 20 века Он был, по-моему, в Чикаго В любом случае Он лежал лицом вниз в своем гостиничном номере Взывая к Богу О, Бог, помоги нам! О, Бог, помоги нам! О, Бог, помоги нам! О, Бог, помоги нам! И затем он остановился И он сказал Вот лежит глупец Который ничего не знает И не дает и слова сказать тому Кто знает все Когда я впервые приехал Университет Орла Робертса Я тогда еще не учился в нем Мы поехали туда в декабре 66-го года Перед этим мы попали в аварию О которой я вам уже рассказывал И затем мы поехали туда На собрание для партнеров Вернулись домой Собрали все вещи И снова поехали туда в декабре А в январе я подал документы Университет Орла Робертса Я не мог представить Как я смогу это сделать Что я буду делать? Я так беден Единственная приличная машина Которая у нас была Разбилась в той аварии И теперь я езжу на этой старой машине У которой был пробег Под 150 тысяч километров Когда она мне досталась И в те времена Машины не проходили По 160 тысяч километров Как они проходят сейчас 80-85 тысяч километров И они начинали ломаться Понимаете? И поначалу Она не выглядела Так уж плохо Но понимаете Она была довольно старой К тому времени И понимаете Что я буду делать? Что я буду делать? У меня нет денег Я мог бы поехать в аэропорт И узнать там У меня хорошие квалификации И так далее У меня есть мой послужной список И может Я смогу найти там работу Но Если я это сделаю Как я смогу учиться? Полагался На свое собственное понимание А оно ничего не понимало Я сказал Гории Я пойду в спальню И я не выйду оттуда Пока не услышу от Бога И мне все равно Если это займет целую ночь Или сколько бы это не заняло И я закрыл дверь И упал на пол Я начал молиться О, Бог Я просто начал молиться О, Бог О, Бог О, Бог О, Бог О, Бог О, Бог Я не помню всего, что я говорил Я просто монотонно говорил и говорил Вдруг я остановился и подумал Интересно Если я просто сейчас помолчу Может Он мне что-то скажет? Встань на ноги О, я стал по стойке смирно Я не имею ввиду, что я услышал слышимый голос Но он был слышимым для меня Он прозвучал настолько сильно внутри меня Я встал на ноги Он сказал Самое время Я не мог и слово ставить Я послал тебя сюда Я позабочусь о тебе здесь Я подумал Хорошо Я не знаю, как ты это сделаешь Но хорошо И когда пришло время регистрироваться Знаете Мне хотелось как-то задействовать Понимаете? Единственное Что я умел делать В первый день, когда я поехал И зарегистрировался в университете Орла Робертса Я сидел в офисе миссис Кэмпбелл Она была регистратором И она печатала мои документы Она подготавливала мой набор документов И я должен был получить свой первый счет За обучение Позвони своему папе Что? Позвони своему папе Миссис Кэмпбелл Могу я сделать звонок своему отцу За счет абонента-адресата? Конечно Она продолжала печатать Мой папа поднял трубку Он спросил, где ты? Я ответил Я в офисе регистратора в университете Орла Робертса Я только что зарегистрировался Сегодня утром И он сказал А я все утро пытался тебе найти Я спросил, зачем? Он ответил Пришел один человек И принес мне кое-какие деньги Которые он хотел бы вложить В ваше служение Я подумал, что они тебе нужны Поэтому я положил их на твой счет в банке Я делил от них десятину Заплатил тот первый взнос за обучение Купил учебники И у меня осталось десять центов Я слышал, как брат Хейген как-то сказал У него осталось десять центов И он сказал Купим шоколадку и разоримся Это то, что я сказал тогда Глории Я был в таком восторге Понимаете? То, что сказал Господь Исполнилось Он позаботился обо мне Верно? Я направился домой Я должен был рассказать Глории Что произошло И мои ноги вдруг Как будто вросли в пешеходную дорожку Перед входом в главный офис Такое случалось лишь три раза За все эти годы Я спросил, что такое Господь? Он сказал Я хочу, чтобы ты поднялся на шестой этаж Я сказал Господь, я не могу туда пойти Это Ватикан Нам уже сказали Что нам нельзя туда заходить Он сказал Они работают на меня Я хочу, чтобы ты поднялся туда И он отпустил мои ноги И у меня был выбор Я зашел туда Я не имел ни малейшего понятия Что он делал Я не знал Зачем все это было нужно Нам уже пригрозили Не ходить на этот шестой этаж Поэтому я зашел в лифт И нажал кнопку пятого этажа И поднялся на пятый этаж Это был 1967 год Вы понимаете? Весь тот этаж был пустой Позже там сделали библиотеку Но тогда там ничего не было Поскольку сам университет работал только четвертый год И там еще ничего не было И Господь сказал Я сказал тебе подняться на шестой этаж Хорошо Когда двери лифта открылись Они открылись на шестом этаже Это было расстояние как отсюда до пастора Джорджа Примерно такое Двери лифта открылись И там стоял стол Руфи Рук И тогда я не знал, кем она была Позже они стали нашими близкими друзьями Я по-прежнему не знал, что я должен был сделать Я здесь Зачем? Поэтому я подошел к ней Понимаете? Мне было 30 лет Я не был похож на студента Поэтому пока мне все это сходило с рук Глория сказала, что я самый старый первокурсник в мире Наверное, так и было Я представился и сказал Я знаю, что это служение использует самолеты И я коммерческий пилот И мне нужна любая помощь, которую я могу получить Я просто хотел дать об этом знать Я чувствовал, как будто я вытягиваюсь Она сказала Я хочу, чтобы вы сказали это доктору Мессику Я сказал ему, и он Просто развернулся и ушел Я подумал, я, похоже, все испортил Я сказал, большое спасибо Развернулся Брат Робертс подошел сзади меня И я не знал, что он стоял сзади Он был вот настолько выше меня Я повернулся, и сзади стоял он Так близко я находился рядом с ним Лишь где-то месяц назад Когда он возложил на том собрании на меня руки Но это было другое Он сказал, я Орел Робертс И я сказал, ааааа А как бы вы чувствовали, если бы вам сказали Я бог, а ты кто? Я ответил, да, сэр На самом деле так и сделал Здравствуйте Он сказал, вы говорите, что вы коммерческий пилот Я ответил, да, сэр Он спросил, вы можете летать на нашем самолете? Я ответил, да, сэр Он сказал, две недели назад я собирался было нанять второго пилота Но Дух Божий сказал, нет Приедет студент, и я хочу, чтобы он получил эту работу И вы, этот человек А что, если бы я все это испортил Поехав искать работу в аэропорт Понимаете, тот, кто во мне Тот, кто больше Уже все это спланировал И я хочу завершить этим Вы должны сейчас это услышать Послушайте меня Фактически Позвольте мне прочитать вам кое-что из книги Иисуса Навина Если вы быстро ее откроете Вторая глава Из-за десяти неверующих проповедников Они провели сорок лет в пустыне Десять неверующих проповедников А вот два человека веры Выдержали до конца И вот Иисус Навин Перешел Иордан Он уже знал, что не нужно посылать двенадцать Он взял двоих Он убедился в том, что это два человека веры Прежде чем они отправились туда Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что произошло Когда они пошли в дом Рааф Восьмой стих Прежде, нежели они легли спать, она взошла к ним на кровлю и сказала им Я знаю, что Господь отдал землю сию вам Ибо вы навели на нас ужас И все жители земли сей Пришли от вас в робость Ибо мы слышали Как Господь исушил пред вами воду червного моря Когда вы шли из Египта И как поступили вы с двумя царями Амарийскими за Иорданом С Сигоном и Огом, которых вы истребили Когда мы услышали об этом Ослабело сердце наше И ни в ком из нас не стало духа против вас Ибо Господь Бог ваш Есть Бог на небе вверху И на земле внизу Он уже работает На другом конце того Что Он сказал вам делать Он не будет вам этого говорить Вы не будете ходить видением Он не может вам этого сказать Потому что без веры Нет благодати А без благодати Вы не сможете это сделать Аминь Аллилуйя Бог сказал Самуилу Пойти в дом Ииссея Он не сказал ему Кто из его сыновей будет царем Аминь Он должен был идти с верой Понимаете Я думаю Как ты это сделаешь Как он это сделает Он уже подготовил это для меня Две недели назад Если подумать То две недели назад Это было как раз то время Когда я приехал туда В декабре В конце декабря Между Рождеством И Новым Годом Он позаботился Обо всем для меня Кто-то принес деньги И дал их моему папе Которых хватило Чтобы заплатить за обучение Понимаете У него уже кто-то работал Я спросил Папа Кто это был Этот человек не хотел Чтобы я тебе говорил Кто он Он сказал Чтобы ты просто знал Что Иисус Сделал это Для тебя Аллилуйя Разве это не замечательно Тот кто больше Действует Тот кто больше Действует Вы обращаетесь К слову Божьему И вы стоите на этом слове И вы ожидаете Что он будет действовать И вы ходите в любви И вы действуете в любви И вся семья Злится на вас И все злятся на вас И вы знаете Что ваша семья Собирается собраться Вместе И вам тоже Нужно быть там И вам не хочется Туда ехать Но эй Вы просто Пусть на вашем лице Будет улыбка И вы скажете Давай Тот кто больше Я буду ходить в любви Я буду всех там любить Что бы они ни говорили Что бы они ни делали Помните Что на этот счет Сказал Кейт Мур Он сказал Когда ваша семья Собралась вместе Поезжайте туда И скажите Так приятно вас видеть И внутри вы просто Ух Но нет Пусть на вашем лице Будет улыбка Слава Богу Пусть на вашем лице Просто Будет улыбка Дух Святой Поднимись во мне Я соблюдаю Заповедь любви И он Начнет Работать И скажу вам Это будет Что-то менять Это будет Что-то менять Люди Прямо там Будут меняться Пока буду стоять Там и смотреть На вас Аминь Не пытайтесь Сами себе Помочь И все устроить Не пытайтесь Сами себя Выпутать Просто скажите Да Да Я это сделал Я это сделал Это было глупо Не так ли Но я тот глупец Который это сказал И я каюсь Я покаялся перед Богом И теперь я каюсь Перед вами Во имя Иисуса Люди влюбятся в вас Люди говорили мне Я вас не знаю Я не знаю Почему я это делаю А я думал А я знаю Аминь Алло Разные ситуации И вещи И наше время Подошло к концу Если у вас Если у вас будет Такая возможность Обязательно Побывайте На наших конференциях Где вы будете Слышать Слово Божье Потрясающее поклонение Будете вместе С друзьями И партнерами Это действительно Замечательно И эта атмосфера Освежит ваш дух И вы получите Слово Божье Поэтому приезжайте Я приглашаю вас Не говорите Что вас никогда Не приглашали Потому что я сейчас Приглашаю вас На наше собрание И сегодня День пожертвований И я хочу Прочитать вам Место Писания Оно из 11 главы Евреям Знаменитой главы Веры Вы знаете Что вера Является Уверенностью в том Что то На что мы надеемся Действительно произойдет Это один из переводов Библии И я хочу Прочитать вам Что он говорит Верой мы понимаем Что вся вселенная Была создана По Божьему повелению Что то Что мы сейчас видим Произошло не из чего-то Видимого Знаете Возможно вам Нужно что-то В ваших финансах Чтобы что то изменилось И когда вы будете Давать ваше пожертвование На этой неделе То в чем вы нуждаетесь И что вы не можете Пока видеть Находится в этом семени Которое вы держите В своей руке И там говорится Что верой Авель Принес более приемлемую Более приятную жертву Люди концентрируются На том Что он принес И так далее Дело было в том Как он принес ее Богу Там говорится Что он принес ее верой Он смотрел на Бога Как на свой источник И принес ему ее верой И я просто хотела Вдохновить вас этим сегодня Что когда вы сеете Свое пожертвование Делайте это в вере Мы предлагаем вам Сегодня совершенно бесплатно Заказать для себя Эту книгу Дополнительные материалы И другие наши передачи Вы можете найти На нашем сайте KCM.org.ua Вы можете смотреть И скачивать их В любое время Присоединяйтесь к нам На передаче Победоносный голос верующего На следующей неделе Мой папа продолжит учить Я Келли Копленд Напоминаю вам Что Иисус Господь